Вот мы въезжаем нашу дорогую Юрмалу. Туда те, у кого нет разрешения постоянного жителя, те платят 2 евро за въезд к Юрмалу. Так как мы являемся юрмальчанами, наши налоги, которые мы платим, уходят в казну Юрмалы, мы въезжаем бесплатно. Мелочь, а все же приятно, как говорится. Это река Лелопе, вторая по величине в Латвии река. Основная река Юрмалы. Собственно говоря, практически вся Юрмала вокруг этой реки, в самом узком месте между морем и Юрмалы, несколько сот метров, не помню из-за сколько. Вот аквапарк долго считался крупнейшим аквапарком в странах Северной Европы. Нам как бы прямо надо было бы, но мы едем смотреть, как живут крутики. Толстосумчики. Толстосумчики, да. Как-то близко зажимаешься. Да, едем посмотреть. Поедем посмотрим. Чуть-чуть. Мы прокатимся там, особо их снимать у домов не будем, потому что там нервно реагирует охрана. Чего? Куда? Зачем? А мы не хотим с ними там воевать. Да, воевать. Мы так обзорно и выйдем к морю, покажем там устья реки. Там вообще не было получается. Я что-то вообще не помню. Это тоже не... Ты все еще снимаешь? Да. Это тоже не из дешевых районов в Булдуре. Ну, точнее, из дешевых районов в Юрмале, можно сказать, практически нету. И нету, да. Даже вот потом мы покажем районы, где такие среднестатистические люди живут. Многие получили сами квартиры. Ну, там квартира как в Риге стоит. Если вот, как Этика брал, там 60 тысяч в этагоне, трешка. Как бы не то. 58 или 59 в Риге приблизительно плюс, минус точно. Ну, вот это такое. Тут еще как бы более-менее вменяемые цены. Тут бомжи живут. По сравнению с теми домами, наверное. Ну, тут есть дома и такие, что те. Ну, покруче, конечно. Здесь люди, которые не хотят переплачивать за землю, они ставят свою, ну, покупают. В принципе, существенная разница между Юрослитисом и Булдуре, но нет вообще никакой. Так, сейчас мы постоим на переезде какое-то время. А, ну так это вот Булдурский базар же, я вижу. Это Булдурский базар, ты видишь, да. Так, мы немножко проедем по моим пенатам? Да, мы поедем по твоим местам твоего детства. Да, там, где мы жили. Ну, мы в Лелопе, в Булдуре мы тоже там один год были. В Дубл так мы жили, но в основном в Лелопе. Вот электричка проехалась, пронеслась, и мы продолжаем движение нашим крутиком. Там, наверное, вообще уже нет земли, где строят. Псиодически появляется какая-то. Там, понимаешь, там есть еще часть людей, ну, обычных людей, которые там стали с советских времен жить. Я не знаю, давно там не был, потому что, ну, как бы мне там делать просто нечего. То есть для меня, как и для наших зрителей, будет тоже все в новинку там. Потому что последний раз я был, по-моему, да, по-моему, я был последний раз, лето так, наверное, 15 тому назад, когда я еще работал в органах. У нас там объект был, у меня ребята охраняли. А потом сказали, что, что это такое, как это так, халтурить нельзя. Это же все очень плохо. И это поле деятельности у нас отжали частные охранные фирмы. Ну, вот кто-то, может, был здесь в Булдуре. Вот такой какой-то неказистый этот базарчик. Базарчик, мне кажется, он не помер ли. А там рядом с ним этот какой-то магазин крупный, помню. Вот, яхт-клуб Юрмала, вот, будет. Это уже, да, для богатеньких. Да, Лага Капа, Дага Става Карас. Нече. Как парк, природный парк роговой дюны. Вот век живи, век учись, узнаешь о том, что у нас есть природный парк роговой дюны. О, магазин цветочный. Вот сколько я тут бегала, сколько мы тут носились. Кинотеатр Банга впереди был, а сейчас уже нет. Дорогущий Юрос Литисы. Есть дома, то есть вообще от этого. О, вот магазин. Партикас Универсал Вейкл. Ну все, закрылся. Опачил. Ну стоит как бы само здание, но не функционирует. Да, вот этот автобус, вот, конечно, его он возит на родишко из Каугуре. Да. Юрмалас Хоу... А, это этот хоу... Да, это гостиница Лилопа. Гостиница Лилопа, да, вот наша зданица. Перестроено полностью. Ну, может быть, поснимать, выйти. Ну, можно не сегодня, а вообще вот... Ну, давай поворачивать. Я вообще уже ничего не узнаю. Ну, тут все перестроено. Все, да, снесено, перестроено. Тут уже нас спрашивают. Да, тут вот, потому что... Вот это что, да, непонятное сооружение. Это просто советская хребан-будка. Ну, это понятно. Ну, потому что вот здесь есть часть домов, которые, например, купили, да, другие люди. Я уже не могу понять. Мы проехали мою, эту, бывшую... Где горты? Нет. Где мы жили. Мы жили, где горты. И где была голубая устрица была. Сейчас мы подъезжаем туда. Ты же вообще не знаешь, где... Вот где гостиница Лилопы, там рядом те самые жили, те отдыхающие это здания. Я прям рядом жила. Мы проехали. Мы, естественно, его проехали. Просто... Да, вот здесь жил Лапси. Здесь был парк Голубая устрица. Ну, нет, конечно, не здесь. Тут же уже как бы семнадцатая линия, лес будет где-то, да. Вот мы туда ездили собирать чернику. Черничник был. Здесь, конечно, уже вообще все изменилось. Тут кроме леса ничего не осталось. Там у нас зона посольств. Туда нам... О! О! Ну, ладно, поехали. По-моему, туда можно проехать. Объезд. Ну, ладно. Уговорили. Потому что я знаю, там... Там может быть, что нас просто задержат. Видишь, будка стоит. Там все эти резиденции, посольства и все. Не, ну не надо. Не, нам не надо. Скорее всего. Может быть, мы поедем. А объезд был в ту сторону, кстати. Объезд, да. Ну, мы тут поедем. Мы можем тут. Вот это тут типа богаче? Нет. Тут еще как бы... Тут так. Тут... Еще не совсем богаче. Зажиточные люди. Зажиточные. Ну, вот, к примеру, с той стороны участки стоят уже достаточно дорого. Вот видишь, продает что-то. Вот. Потому что... Это в принципе... Ну, вот они, да. Солидненькие такие. Вот эти уже фешенебельные? Ну, они не фешенебельные. Еще нет. А мы еще не доехали, да? Еще есть покруче. Это так. Вот мужик задумчивый сидит на велосипед с мостом. То есть вот... Ну, да. Тут, конечно, уже видно, что... Вот, к примеру, вот отгораживаются от всех. Ну, понятно. Вот. Ну, ладно. Ладно. Мне надо либо одну сторону, либо другую. Да. Иначе мы уже тут будем. Для понимания, вот та сторона, чисто за счет стоимости земли, улетает в космос. Близость к морю. О, да. 5-6 стоит. Минимум. Ну, мы назад поедем по этой улице или нет? Да. 21 линия. Грубо говоря... Ай-яй-яй-яй. Что ж тут такое хреновое тут покрыть? Ну, потому что за хреновое покрыть. Да. Вот они могли бы скинуть. Может быть, ты не едь так быстро? Да. Я не буду заодно и снимать. Да. Тут плохо. Во-первых, снимать. Во-вторых... Ну, нет. Тут как бы уже даха домики. Снимай одну сторону. О, мини-купер выехал. Да. Потому что здесь, в принципе, либо люди остались с советских времен, да? Вот опять что-то ремонтируется. Вот что-то строится. Очередное. Ну, тут как бы, да, здесь все-все. Вот с этой стороны. Это я видела, да. То есть либо... Потому что здесь хотя бы просто тупо сама... Здесь хорошие, хорошие дома. Да. Сама земля стоит столько, что за стоимость этой земли можно, наверное, построить дом в Ассаре. А вот, например, вот дом остался с советских времен. Да, старенькая развалюшка. Да, то есть... Тут, конечно, не особо видно за... Да. Вот жилой дом, к примеру, с советских времен. Да. Ну, вот... Смотри. Да, живет здесь человек. Андрей, вообще смотри, как вперед. Да, вот я смотрю. Посмотришь потом, как я засняла. Как-то узко тут все, вот эти дорога и... Тут ничего интересного не было. Так, объезд. Объезд куда? Объезд это что? Это сюда? Не знаю. Ладно. Ну, они вообще поехали вперед. Они поехали вперед, поедем за... Интересно, где у меня оборвалось. Вот мы сейчас подъезжаем. Неважно, тут сейчас будет поинтереснее. Вот так прямо ориентируешься. Я ж в полиции здесь работал, ездил. Здесь кражи были и все прочее. Вот это узворо. Это тут тоже дорога. Ну, чуть-чуть подешевле. Ну, так, чистенько. Ну, парты свои, как продуктовый магазин. Да, здесь... А где он? Здесь в свое время был колхоз Узвара Рыболовецкий. Но колхозу Узвара не повезло оказаться в чечур-козырном месте. Прямо в районе устья реки Лелупы. Вот. И поэтому это дело было быстренько... О, смотри. Да, это бывший клуб Дворец культуры рыбаков. Там будут вот пятиэтажечки еще с тех времен остались. Так, нам бы найти место, где мы могли бы запарковаться. Мы, наверное, могли бы запарковаться вот там. А машина сзади. Сзади машина. Я хорошо уговорила. Так, ладно, развернемся и поищем место для парковочки. Тут можно прогуляться, потому что там вот устья Лелупы. Лелупы впадает в море. Вот яхт-клуб. Товарищи приезжают здесь поплавать на лодочках. Во! Это тут все уже перестроилось. Тут строится сейчас элитное жилье на этом месте. Вот это реально дорогое, элитное, крутое жилье. Я даже не хочу травмировать свою психику и предполагать, сколько может стоить здесь один квадратный метр жилья. Потому что... А вот пятиэтажечка советская пошла. Вот. И вот пятиэтажечка. Да, ты ищи, где нам тут все? Да, советская. Э, фуси. В которой тоже живут люди. Остались люди. Да, они живут. Кто-то продал. А где ж можно тут поехать? Вот, может быть, у Лаца можно где-то втиснуться. Геннадий Ильич, ну надоел ты, честное слово. Вот. К сожалению, втиснуться тут проблематично, потому что... Вон, смотри, чтоб сзади. Да. Погода хорошая. Да. Да. Мы бы туда и назад так... Мы туда поедем. Может, там где-то втиснемся. Ты думаешь? Да, где... Посмотрим, что тут есть. Да. И такие домики. А это вот здесь жили работники рыболовецкого колхоза. Ужас. Вот так живешь, вот приедешь и даже негде поставить машину. А летняя резиденция. Посольство Российской Федерации. Вот так скромненько живут господа послы Российской Федерации. Но они тут не особо живут, наверное. Да. Потому что живут они... И вот... Он как-то не солидный. Прямо рядом, вот. Да. Но, видишь, они никак не могут... Вот этот санаторий-то они отстроили, да? То есть, ну, вот под квартиры. А тут что-то срач какой-то у них. А раньше даже эта заброшка стояла. Ну, как раньше, лет 15 назад. Бомжи здесь идти. Собственно, проезжаем. Еще раз через... Ну, да. Тут они, в принципе, все так насадились. Здесь что? Линии упираются в море. Все линии упираются в море. То есть, эти дома практически находятся в дюнной зоне. И... То есть... Сложно судить по цене. Надо было уже проехать. Ну, куда? Там россиянин мне навстречу ездил. Ну, медленно. Он 007. Он крутой парень. Тем более, помеха с моей стороны. Формальный он прав. Вот. 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 Вон там пламя еще есть. Там есть дома. А еще что поглубже. Вот. Вот эти штучки тут. Да. Брошенные. Брошенки. Какие их называют. Надо ходить. Что-то. Что-то. Так. Общее впечатление какое-то есть. Потому что... Ну, все равно. Они как-то то вдали. То... Все дома как-то за зеленью. Очень редко люди, у которых есть много денег. Не видно особо. Что тут крутой. Особо крутой этот район. Они будут выпячивать себя. Ну, вот я говорю. Большинство из вот этих людей, которые тут вот попадают в кадр. В том или ином. Ну, вот, к примеру. Миллиардеры. Вот стоит у ворот женщина с велосипедом. Да. Ты когда-нибудь скажешь, что она миллионерша? Да. Ну, может, это не она. Это их прислуга. Может, прислуга, да. У них же, извиняюсь, тоже очень много. Да, у них есть прислуга. О, конечно, домик хороший. Не знаю, как там, насколько он там виден будет. Ну, да, тут. Вот, домик, вот, прежде, дорогущий тоже. Ну, это, ладно, это я, наверное, уже снимала. Вот. Ну, это особое. Мы уже снимали. Ну, такого масштаба и у нас есть. Есть, да. Один. Да. Один или два. Но тут помножено то, что земля стоит. Одна земля. Ну, да, здесь земля стоит бешеной. Бешеной. Где в другом месте можно дома отброхать. Да. Красивый. Ну, да, половину не видно, конечно, тут. Ну, а этот просто тут чересчур большой. И там понты выше крыши, чтобы там все видели, что у этого человека в жизни все хорошо. Да, это, конечно, не какая-нибудь Рублевка или Барвиха, да, где таких домов выше крыши. Но у нас, как бы, немножко тут не принято так выпячивать напоказ. Не, ну, тут полно и скромненьких, так сказать. Да, ну, скромненькие есть. Скромненькие кому-то. Да. Я, например, как-то ожидала более крутые дома. Ну, вот эти нельзя сносить. Эти многих кое-что. Нет, там есть, они вот, у дюнной зоны, они прикопались там, эти дома. Но видите, в чем дело? Если то у нас начнешь чересчур светить деньгами, то... Тебой заинтересует. Так, тебе придет служба госдоходов и скажет, откуда травишки. Вот, и... Да. Ну, у них, мне кажется, уже все, на этот счет уже есть ответ. Да, нет, если ты... Вот, например, вот еще вот. Ну, да. Есть, нет, ответ-то есть. Но если ты нафигачишь дом за 20 миллионов, тебе надо будет, собственно говоря, каким-то образом показать... О, там строится, там эта площадка эта... Там, короче, да. Откуда ты эти 20 миллионов заработал? Вот опять машина с российскими номерами, третья уже навстречу за короткий период. Ну, дороги у них тут, наверное, делают. Дороги, я думаю, делают, потому что... Совсем безобразные. Потому что... Нет, это же я думаю, что они что-то посрезали и делают. Вряд ли они так. Конечно, им это не напряжно особенно. В полдуре уже, в принципе, начинается. Да. Терелоку тоже точнее. Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok...